Боец 92-й отдельной механизированной бригады Иван Ракич получил сообщение с четкими указаниями прибыть в военкомат для уточнения данных в воскресенье. Сразу после вызова, говорит мужчина, приехал в районный военкомат, прошел медкомиссию, затем бойцу сообщили, до конца августа ему придет повестка, после получения которой необходимо срочно прибыть в место расположения 92-й бригады, сразу после распоряжения командования, говорит Ракич, в обязательном порядке будет там. Наша армия – это элитное войско, которое сдерживает российскую агрессию. Мы же, мы же, те, которые мужчины до 50 лет, своим отношением должны показать, что мы настоящие граждане. То есть на любой призыв Родины мы обязаны ответить «есть», и показав этим свое отношение к закону Украины, к Конституции, по которой мы имеем обязанность, обязанность защищать Родину, защищать свои семьи и дома. В сети интернет появление новости о рассылке повесток военнообязанным, как обычно, спровоцировало панику. Пользователи заговорили о том, что это может быть подготовка к новой волне мобилизации в Украине. В Харьковском облвоенкомате такую информацию опровергают. Утверждают, оповещения придут лишь тем, кто попал под первые волны мобилизации в 2014 и 2015 годах. В сентябре они должны будут явиться на учебные сборы, где пройдут курс по улучшению навыков, которые бойцы получили во время службы в определенном виде войск. Сейчас происходит оповещение военнообязанных. Ничего страшного, это не мобилизация ни в коей мере, а просто обычные 10-дневные сборы. Военнообязанные прибывают в районный военкомат по месту воинского учета, проходит медкомиссию, выдается повестка о прибытии 29 августа в областной военкомат. И после этого они будут бесплатно автобусным транспортом доставлены на этот полигон. За военнообязанными, которые работают, сохраняется средняя заработная плата, рабочее место на период проведения сборов. Мужчинам, которые не приедут на сборы, грозит уголовная ответственность. До шести месяцев лишения свободы по статье уклонения от воинского учета или специальных сборов. А вот всем бойцам, прибывшим по повесткам, после завершения двухнедельных учебных сборов присвоят очередные воинские звания, рассказывает Юрий Колгушкин. Кроме того, им предложат добровольную службу по контракту. По словам облвоенкома, Украину вскоре ждет демобилизация военных, попавших под шестую волну. Поэтому, чтобы избежать оголения фронта на Донбассе, во всех областях страны ведется активная кампания по набору контрактников. Главное направление комплектования вооруженных сил было выбрано именно комплектование военнослужащими по контракту. Учитывая, что у нас практически сейчас заканчивается пятая частичная демобилизация, и настает шестая частичная демобилизация, большое количество военнослужащих будет демобилизовано. Поэтому на сегодняшний момент вопрос, один из основных вопросов, это комплектование в первую очередь боевых воинских частей, сухопутных войск, воздушных сил, военно-морских сил. А вот седьмая мобилизация в Украине возможна лишь в случае серьезного ухудшения ситуации в зоне АТО и масштабного наступления противника, утверждает военком. Тем временем, многие харьковчане отмечают, в приоритете у Министерства обороны в дальнейшем должен стоять именно набор военнослужащих по контракту, а не очередная мобилизация. Я думаю, раз уж есть контрактные войска, то стоит, наверное, им идти на войну, людям, которые умеют это делать, профессионально какая-то армия. Проще привлекать специалистов, которые уже служили и имеют опыт, чем набирать новых. При этом на новых надо тратить больше, потому что они не специалисты, их необходимо обучить. А в ближайшие выходные на площади Свободы обл. военкомат и служащие воинских частей Харьковщины, говорит Юрий Колгушкин, проведут информационно-разъяснительную акцию. Во время нее харьковчанам расскажут о службе по контракту и продемонстрируют военную технику.